здравствуйте уважаемые аудиолюбители малобюджетной акустики с привлекательным звучанием становится все больше что бы там не писали на форумах не говорили в других местах и логически это где-то понятно то есть какие-то наработки там у топовых моделей там они обкатываются как-то становятся более доступны в том числе и финансово и что-то проникает ее в малобюджетную акустику вот сегодня хочу вас познакомить с малобюджетной акустикой от именитой английской компанией Таной вернее это шотландский бренд который берет свое начало с 1926 года вначале правда они выпускали элементы питания а первая акустическая система это были двухполосники они появились в 1933 году слава к Таной пришла в годы второй мировой войны то есть ее громкоговорители оповещали население Англии о запуске снарядов немецких реактивных фаул к тому же акустика Таной применялась на аэродромах для оповещения для тревоги для информации акустика Таной она используется во многих театрах например Сиднейский театр оперы сам акустика Таной или рок-клуб и казино в Лас-Вегасе в покоях английской королевы стоит акустика Таной ну топовая конечно акустика Таной вообще я читал что англичане они очень любят акустику Таной у них вот это Таной оно нарицательное буквально то есть они вот тут для них ассоциация акустика Таной акустика то есть они любую акустику можно назвать Танойами такая вот у них ассоциация англичане попроще как верно подданные королевы они охотно пользуются бюджетными линейками такие вот например как Эклипсы или чуть подороже Меркурии и так сегодня я хочу вам представить это значит линейка Эклипс то есть на базе этих колонок можно создать как комплект кинотеатральный 5.1 или 7.1 так и стереофоническое звучание нужно организовать я как в предыдущем обзоре также их выставил по одной штучке чтобы не занимать много места хотя конечно же каждая модель продается две колоночки пара и так цена на акустические системы Таной Эклипс 2 вот эти вот напольники компании Проектор в районе 12 тысяч рублей всего это за две колонки цена цена на Эклипс 3 в районе 27 тысяч рублей в компании Проектор Эклипс 1 полочники в районе 10 тысяч рублей и Эклипс мини что-то в районе 8 тысяч рублей то есть на базе этих колонок можно создать кинотеатр 5.1 7.1 еще в линейку входит также сабвуфер активный сабвуфер и центральный канал пока он еще к нам магазин не поступил размеры размеры по ширине и глубине вот у этих трех моделей совершенно одинаковые у Эклипс мини они поменьше ширина 17 сантиметров глубина 24 с половиной сантиметра вот у них трех моделей высота 30 сантиметров напольники Эклипс 3 96 сантиметров это еще без шипов шипы в комплекте прилагаются Эклипс 2 высота 91 сантиметр вес колонок это значит 11 килограмм это 12 с половиной килограмм 4 с половиной килограмма я воспользуюсь паспортом вот просто чтоб и вас не путать и себя не путать значит характеристики Эклипс 1 на Эклипс мини не нашел здесь в этом паспорте характеристик Эклипс 1 подводимая мощность усилителя рекомендуемая от 15 до 70 ватт долговременная мощность 35 ватт пиковая кратковременная 140 ватт 87 лицбел чувствительность 8 Ом диапазон 55-32 килогерца причем обратите внимание вот для мягкого купольного динамика а здесь мягкий купольный динамик то есть вот до 32 килогерц со спадом 6 дБ это хороший результат так Эклипс 2 также подводимая мощность усилителя от 15 до 90 ватт 45 долговременная мощность 200 пиковая 88 дБ 8 Ом также от 44 герц до 32 кГц и Эклипс 3 от 15 до 120 ватт мощность усилителя долговременная 60 ватт пиковая 240 ватт 90 дБ 8 Ом от 38 до 32 кГц ну вот то что вот эти мощности долговременные 35-45-60 ватт они не должны смущать во первых не такая уж и маленькая мощность но все таки эта акустика была сделана для небольших комнат для бюджетных усилителей и для тех слушателей которые вот наверно не любят выжимать большие децибелы и требовать какого-то филармонического раскатистого баса от недорогой бюджетной акустики а вот на умеренных причем умеренных так достаточно тоже громких все-таки уровня громкости и даже на малых уровня громкости эта акустика звучит очень приятно очень приятно то есть вот недорогой образчик английского звука вот английский звук опять небольшое такое отступление как бы английский звук синоним хорошего звука как бы вот например акустика английская Bauer Wilkins ну скажем полосники 602 и допустим KEF тоже английская компания KEF скажем Q300 а не вот английская акустика а звучит эта акустика совершенно по-разному Bauer Wilkins это динамика размах красота звучания может быть иногда временами там синтетическая красота но все равно красиво KEF звучат мелодично порой в кратчево подача такая человеческая какая-то одушевленная мягкая ну по характеру звучания наверное вот эти тонуи вот они ближе KEF здесь также вот у них такая достаточно раскрытая подробная середина вокал очень хорошо передается то есть чувствуется вот дыхание вокалиста чувствуется вот чувствуется не только гортань как бы чувствуется и грудная клетка вокалиста динамики здесь это целлюлоза целлюлоза то есть динамики здесь вот в этих трех моделях они совершенно одинаковые совершенно одинаковые по паспорту 5 дюймов вот как бы 127 мм а у MINI там динамик поменьше средне-низкочастотный а вот купольные динамики высокочастотники они у всех моделях совершенно одинаковые вот итак динамик это целлюлоза с пропиткой пропитка она не только повышает жесткость здесь узора но увеличивает его долговечность то есть влагостойкость износостойкость подвесы мягкие каучуковые подвесы здесь применяются крупные ферритовые магниты обрамление динамиков вот оно может быть пластиковое но очень похоже на металлическое обрамление вот очень похоже на металл но я конечно могу не ошибиться может быть это и пластик подкрашен под металл а вот высокоотестотном динамике во-первых это значит мягкий купол из мягкой синтетической ткани диаметр его увеличим до 28 миллиметров то есть как бы обычно применяется там 20 миллиметров здесь до 28 миллиметров динамик купола здесь уже применяется неодимовый магнит то есть неодимовый магнит зачастую бывает применяется в более дорогой акустике а здесь неодимовый магнит он при малой массе обладает большей мощностью динамика очень надежно крепится к корпусу и все сделано очень аккуратно все сделано очень аккуратно то есть обращают внимание на себя на самом деле качество изготовления на изготовлении здесь не сэкономили совершенно вся акустика двухполосная в том числе включая и флагман в этой линейке то есть здесь чета раздела кроссовера в районе 3,2 кГц вот такой вот гриль прилагается причем гриль вот этот одинаковый что у эклипса вторых что у эклипса третьих на вырос а гриль отдельно хочу сказать то есть это слабое звено акустических систем не только бюджетных то есть бывают отваливаться штырьки отваливаются и сама ткань там какая-то сморщенная с провисанием нет здесь все туго натянуто и очень хорошие штырьки со временем они не отвалятся углубление для штырьков такое прорезиненное ничего там крошиться не будет то есть очень мягко вот ставятся они на место вот с грилем акустика приобретает такой строгий английский вид без горилля такая хай-тековость легкая есть в дизайне акустика напольная опирается на пластиковые жесткие ножки в них ворачиваются шипы прилагаемые корпус сделан из МДФ отверстие порта фазинвертера выведено на заднюю панель труба фазинвертера построечная достаточно длинная акустика рассчитана на однокабельное подключение вот эти акустические системы Eclipse 2 я подключал к нашему недорогому усилителю маломощному усилителю Cambridge Audio от APAS 5 и получилась очень гармоничная как по цене так и по звучанию связка то есть для комнаты 16 квадратов хорошая очень связка то есть звучит хорошо повторяю как на малых уровнях громкости так на умеренных рекомендую такую связочку недорогая музыкальная связочка спасибо за внимание до свидания